Синдром Марфана это генетически детерминированное заболевание, которое приводит к повреждению соединительной ткани и поражает скелет, сердце, кровеносные сосуды, глаза и легкие. В норме интерстициальное пространство различных тканей человеческого тела состоит из микрофибрил, прочных структур, которые обеспечивают целостность и формируют соединительную ткань. Главный компонент микрофибрил это гликопротеин фибрилин. В некоторых структурах микрофибрилы формируют каркас для дополнительных белков, например эластина. Волокна эластина имеют свойства, которые позволяют ткани растягиваться, а затем возвращаться к прежней форме. Ткани, содержащие эластичные волокна, это артерии, кожа и легкие. Ткани, имеющие микрофибрилы без вышележащего слоя эластина, это сухожилия и ресничные зоны, которые удерживают, например, хрустали глаза на месте. Эти ткани менее растяжимы, но всё же имеют значительный запас прочности на растяжение. Помимо того, что фибрилин входит в состав микрофибрил, он также регулирует рост ткани. Фибрилин удаляет трансформирующий фактор роста бета, или ТГФ-бета, который стимулирует рост ткани. Таким образом, фибрилин снижает количество доступного ТГФ-бета для стимуляции роста. Синдром морфана развивается вследствие мутации гена ФБН1 или фибрилина-1 на 15-й хромосоме. Наследуется он по аутосомнодоминантному типу, то есть даже гетерозиготная мутация приведёт к развитию заболевания. Ген ФБН1 кодирует белок фибрилин-1, один из трёх подвидов фибриллина. При синдроме морфана фибриллина-1 становится либо меньше, либо его функции нарушены. Как результат, уменьшается количество функционирующих микрофибрил межклеточного пространства, что приводит к потере целостности и эластичности тканей. Так как соединительная ткань имеется во всём теле человека, это может негативно отразиться на любой системе организма. Вдобавок ко всему, ТГФ-бета не может эффективно удаляться, поэтому экспрессируется в этих тканях в избытке, приводя к увеличению роста. Наиболее выраженные физические изменения при синдроме морфана отображаются на скелете. Длинные кости растут чрезмерно, поэтому иногда людей высоких с длинными руками и ногами называют морфаноидами. У них длинные и тонкие пальцы на руках и ногах. Это так называемое арахнодоктилье. Разрастание рёбер может привести к воронкообразной деформации грудной клетки, либо к килеобразной деформации, при которой грудная клетка наоборот выпячивается. Другие костные и суставные признаки включают в себя сколиоз, боковое искривление спины, невозможность разгибания локтей до 180 градусов, наоборот гибкие суставы, скошенные вниз глаза и узкое нёбо, что приводит к скученности зубов. На коже синдром морфана может проявляться растяжками, а в лёгких могут формироваться булы – это большие воздушные полости, изменяющие нормальную структуру лёгких, которые вдобавок могут стать причиной пневмоторакса. Также синдром морфана опасен риском отслойки сетчатки и смещения хрусталика, обычно по направлению вверх. Наиболее серьёзное проявление синдрома морфана со стороны сердечно-сосудистой системы. Со временем аорта расширяется, что может привести к аортальной недостаточности, из-за чего кровь попадает обратно в левый желудочек во время диастолы. Аорта также подвергается кистозному медиальному некрозу, при котором средняя часть аортальной стенки разрушается. И дилатация, и кистозный медиальный некроз ослабляют аорту, делая её подверженной аневризме, расслоению и разрыву. Аневризма – это выпячивание сосуда, которое ещё больше ослабляет его стенки. При расслоении внутренняя стенка сосуда интима разрывается, и кровь попадает в ложный просвет в сосудистой стенке. Это может перекрыть нормальный кровоток. Разрыв аорты – это полный разрыв всей стенки сосуда, который позволяет крови покинуть русло сосуда. Все эти осложнения могут привести к летальному исходу. Наконец, синдром аорфана – это фактор риска пролапса метрального клапана, при котором метральный клапан открывается в левое предсердие во время систолы. Признаки синдрома аорфана могут быть выражены в разной степени тяжести. Также синдром аорфана обычно проявляется не с рождения, а по мере роста ребёнка. Если признаки появляются при рождении, то говорят о раннем начале или неонатальном синдроме аорфана. Диагностируют синдром аорфана при наличии клинических симптомов, таких как заболевание аорты, смещение хрусталика, семейный анамнез и мутация гена ФБН1. Сейчас, хотя и невозможно вылечить синдром, существуют способы лечения его отдельных клинических проявлений. Например, при смещении хрусталика глаза он может быть перемещен обратно или заменен на искусственный. Если аорта имеет крупные расширения, они могут быть устранены хирургически, чтобы не допустить расслоения или разрыва. Бета-блокаторы показаны для снижения риска расширения аорты, а блокатор рецепторов ангиотензина лазертан уменьшает экспрессию ТГФ-бета. При комбинировании с бета-блокаторами ещё больше может уменьшать дилатацию. Резюмируем. Синдром аорфана – это аутосомно-доминантное генетическое заболевание, вызванное мутацией гена ФБН1. Это приводит к уменьшению фибриллиновых микрофибрил в некоторых соединительных тканях, нарушая их прочность и эластичность, а также это усиливает экспрессию ТГФ-бета. Как результат, мы получаем человека с длинным и тонким телом и с симптомами нарушений соединительной ткани, наиболее значимыми со стороны аорты. Редактор субтитров А.Семкин